Константин Ладанин На официальный канал вот так же подписаны более двух миллионов человек, а остальные вододелы далеко позади Про World of Tanks Джофф узнал в компьютерном клубе, где подрабатывал админом, парень начал играть в танки на соседнем компе В тот же вечер зарегистрировал аккаунт Ник, Джофф, за Константином закрепился уже давно и означает, Юпитер, верховный бог в древнеримском пантеоне в переводе с английского Играл поначалу, как самое последнее днище, но Кирилл, он же Дезертот, научил Джоффа нагибать, после чего тот начал писать в ЖЖ гайды по танкам и картам В один прекрасный день Кляй Нельсон, соавтор нескольких выпусков танковой академии от ВГ, предлагает Джоффу записать видео Первым гайдом Джоффа стало видео про М46 по тонн на Заполяре Свою популярность Джофф приобрел благодаря лучшим реплиям недели, в дополнении к которым шли его гайды, а также от Вспышки, Глеборга, Муразера, Иса Панцира и прочих После этого ВГ сделал предложение, делать стримы по танкам, но так как комп у Джоффа был говно, то пришлось искать человека, который бы делал картинку Им оказался игрок под ником Кран Так и завелось Wargaming делал заказы на видео гайды по танкам и стримы, приуроченные к определенным событиям, а Константин с друзьями их делал Целью разработчиков было занять пустующее на тот момент пространство на Ютубе, а стримеры получали просто космическую информационную поддержку со стороны медийных площадок ВГ, посты в пабликах, блоге и конечно же официальный сайт На сегодняшний день, матпак Джоффа является самой популярной сборкой модов для World of Tanks Однако, Джофф не является создателем модов, он лишь собрал лучшие работы в свою обертку Фишкой популярности Джоффа является ненормативная лексика, которой он пользуется при проведении стримов, обсирая врагов, союзников и разработчиков игры, а также попадает его совзводным Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...